Евгений, а тут давайте еще, возможно, по крайней мере, то, что мы видим, это то, что происходит в Грузии, и там правящая партия проводит параллели с Украиной. Огромное количество людей, хочу начать с того, уехало из России в Грузию. Во-первых, есть ли у вас такие люди? Я вижу знакомых людей, которые сейчас попадают под водометы, и кто-то даже получил дубинку вчера. Вы общаетесь с кем-то из Грузии, кто вам рассказывает, что там происходит, что они знают, что они видят, какие у них мысли? Я на Твиттер некоторых релацированных смотрю, и я получаю впечатление. Ну, Грузия молодцы, абсолютно. То есть закон об иностранном агенте, под который попал я, я иностранный агент, это абсолютно навязанный российский закон, и они его называют «Долой русский закон», только он не русский, а антирусский. Он навязанный Путиным, но он такой же антирусский, как и антигрузинский, так и вообще античеловеческий. Вот, и то, что этого закона не будет, это классно, и то, что жители Грузии увидели свою силу еще раз, вот на свежего. Это тоже прекрасно, и пусть власти видят, с кем они имеют дело. Я очень рад, что у них действует такой демократизм. Жалко, что в России все, кто выходили, они как раз и находятся в Грузии, Армении, Казахстане, Эмиратах, Великобритании, Израиле и на сказочном Бали. Мы всегда, знаете, стараемся понимать, почему некие события происходят именно в этот момент. Вот в Грузии все началось сейчас. Март месяц, 2023 год, в Украине война, в Грузии протесты. Вы себе объясняли или вообще задавались ли вы вопросом, почему это происходит именно сейчас? Ну, зреет постепенно. Плюс новости о том, что правительство, руководство Грузии ведет себя под копирку с российским и, например, с оппозиционером Саакашвили ведет себя похожим образом, как с Навальным. Безусловно, это очень не нравится. Грузия в конце 2003 года четко сказала, что она не хочет быть частью империи с революцией Рос. И за 10 лет реформа, вырасти в ВВП в 4 раза и уничтожив коррупцию, которая на 2003 год была на порядок хуже, чем в России, на порядок хуже, чем в России. В России еще можно было хоть как-то, если ты не ЮКОС и не Четвертый, не НТВ, ты мог пойти в суд, и были еще судьи, которые могли судить по-честному и поперек, и были суды присяжных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok